Приветствую друзья, на сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о обработке даты. Первое, что нам необходимо сделать, это загрузить нашу таблицу в редактор Power Query. И, соответственно, обратите внимание, что у нас некоторые из дат написаны не совсем стандартно, то есть программа раньше такие операции делать не могла. Что мы делаем сейчас? Чтобы перенести в дату, мы просто выбираем формат таты, и он, соответственно, нам уже автоматически ее создает на основании баз данных, которые есть в Excel. Также, помимо всего прочего, у нас есть локальные настройки даты, допустим, и мы можем дату преобразовать так, как нам удобно. Например, вы переехали с русским ноутбуком в Англию, да, и вас требует, чтобы именно там вы использовали стандартный, да, допустим, да, формат, который привыкли видеть англичане. Давайте возьмем Англию, Австрию. Да, видите, да, то есть у них сначала идет, получается, месяц, потом идет год, да, и, соответственно, день. То есть выбираем формат, использовать локаль, и, к примеру, тут мы уже выбираем язык, да, к которому будем привязываться. Допустим, мы возьмем дату. Далее можно выбрать формат, да, который нам необходим, допустим, локота. Да, видите, у нас сначала формат классический идет, 3.29.2016, то есть сначала месяц, потом день и, соответственно, год. Да, и таких форматов, в принципе, очень много, да, и их можно использовать, если в этом есть необходимость. Далее, в новом столбце мы также можем из этой даты добавить год. К примеру, мы заходим, добавить столбец. Далее выбираем дата и выбираем, допустим, год. Также можно добавить месяц и, соответственно, день. Все это находится в добавлении столбца, дата, дата, да, и, соответственно, месяц. И можем сделать так же день. По тому же принципу дата, день, день. А также, если вы обратили внимание, здесь есть очень интересные инструменты. Допустим, там день начала недели, день окончания недели, да, номер недели, недели года и так далее. То есть, в принципе, довольно-таки продуманно. После чего мы также можем использовать, в принципе, настраиваемый столбец. У нас есть формула date days. Мы можем добавить столбец. Заходим в преобразование. Настраиваемый столбец. Называем его холодный плюс. То есть, у нас есть аналогичные функции. Date 8 days. Date 8 months. Да, date 8 hours. Там, квартал. Да, все это у нас есть. То есть, мы можем выбрать дата. И здесь добавить просто уже количество дней через точку с запятой. Допустим день. И получаем результат. Закрываем скобку. Выбираем разделителем запятую. И нажимаем ОК. Да, таким образом у нас добавляется дата с учетом количества дней, которые были прибавлены. ОК. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.